В каждое указание, что речь идет о долге за услуги, оказанные до 1 сентября, не согласны приходить в абонентский отдел. Кабинет расположен в районе товарного двора. Там при перерасчетах выясняется, что оплатить надо водоснабжение и канализование, оказанные не до 1 сентября, а до 12 октября. Это день, когда коммерческому предприятию пришел последний отказ в апелляции, то есть еще за половину осени. Фактически в это время воду горожанам подавала уже другая организация, МУП – водоканал. От нее приходили квитанции, ей платили. Коммерческое предприятие уверяет, платили неправомерно и грозит абонентам судом. Разобраться в юридических тонкостях судебных решений большинству сочинцев сложно, поэтому прокомментировать ситуацию мы попросили в администрации города. Ответ дан однозначно решением арбитражного суда Краснодарского края от 4 августа. Иск мэрии к Сочи-водоканалу о расторжении договора был удовлетворен. 30-го передан к немедленному исполнению. 31 августа глава Сочи подписал постановление. И уже 8 утра 1 сентября все водоканализационное хозяйство перешло в МУП. Еще раз обращаю внимание, что судом апелляционной инстанции оставлены без изменения судебные акты суда первой инстанции. Это и решение, которому удовлетворен иск администрации города, и определение, которым судебное решение обращено к немедленному исполнению. И Сочи-водоканалу это точно также известно. Таким образом, мы полагаем совершенно незаконными действия Сочи-водоканал, которыми в настоящий момент, на наш взгляд, они хотят получить неосновательное обогащение. Проще говоря, в мэрии заявили, что с 1 сентября в Сочи есть только одна ресурсоснабжающая организация. И это МУП-водоканал, которому сочинцы платят за воду последние три месяца. Наш совет, естественно, не оплачивать квитанции, полученные от Сочи-водоканал за период с 1 сентября 2017 года. Мы со своей стороны, безусловно, обратим внимание органа надзора на указанные факты. Если у граждан нет возможности элементарно, пожалуйста, обращайтесь в наш адрес, департамент городского хозяйства, прилагайте копии таких документов, которые вы получаете от Сочи-водоканала. Мы со своей стороны предпримем все меры для защиты ваших прав. Также в администрации города отметили, что сочинцы вправе и самостоятельно обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры.